Давайте коротко, что мы делаем в Росларе, чтобы вы понимали. Мы же сюда приехали за 1200 километров не пива попить. Идея следующая. Есть завод, который производит, ну, самые флагманские, топовые. Вот такой логотип у него, видишь, вот такой. Вот такой, вот такой вот. Это просто представитель завода на территории Латы. И они производят флагманские продукты. Но для того, чтобы эти продукты попали на наш латвийский рынок, нужны те люди, которые непосредственно с ними работают. Сейчас покажу парня. Смотрите, он издепился. И вот у него, чтобы понимали, у него все расписано на год. Ну, это самый востребованный мастер, чтобы понимали, так? И он, как никто другой, знает, что хочет наш рынок, а что никак не пойдет. Понимаешь? Есть другой паренек, сейчас покажу, дизайнер. Чем он интересен? Но он интересен тем, что он идет в исторический экскурс. Это не то, что ты взял у себя на стенке, чем-то помазал, там, да, синим, зеленым, красным. И сказал, ну, вот красиво, да. Вот я дизайнер, это нет. Он начинает, например, вот, как он сейчас нам рассказывал. Его, может, ты сам расскажешь про Петру? Коротко. Сейчас просто один проект есть очень интересный. Да. Сделать как раз, используя вот эти материалы, попробовать воссоздать фактуру развала Петры в Саудовской Аравии. Очень красивые, интересные жилы и тому подобное. Но они, в отличие от всего, матовые, песочные. Вот попробовать с производителем, попробовать сделать вот эту вот версию. Ну, то есть, такой арт-проект назовем. То есть, коротко, смотри. Есть мастер, у которого все расписано на год вперед. И вот он, знаешь, как это, в реальном рынке, в реальном сегменте рынка. Он понимает, вот это пойдет, вот это не пойдет. И есть дизайнер, который придумает концепт на будущее. То есть, он предлагает у тебя за те же самые деньги, как все в нашем городе делают. Но у тебя не будет стена зеленая, синяя или красная. Она у тебя будет с историей. Вот этот паренек из Деппелс, да? Если сейчас показать его работы, можешь показать просто на фотке. Просто я сейчас коротко тебе покажу, если ты фишку рубишь, как можно простыми материалами, простыми вещами сделать лакшери интерьер за те же самые деньги, что делают простые строительные бригады, где мы там в Риге. Ну, сейчас он так промотает. Ну, просто, чтобы тем, кому действительно интересно, чтобы они понимали задумку. Вот смотри. Так, мотай. Дальше. Мотай. Он живет. Дальше он пошел. Живкин камни. Я у кого слышал что-то такое? Ага. Что-то такое. Либо даже сказал неправильно. А, то есть, понимаешь, у тебя будут необычные интерьеры. То есть, вот как мы приехали в этот город, я гуляю здесь по улицам, я офигеваю, насколько здесь красиво. Кто это сделали? Это сделали вот эти дизайнеры, вот эти мастера и вот эти вот системодатели. И наша идея, почему мы в Латвии живем, грубо говоря, так небогато, потому что мы тупо себе это позволить не можем. Но если мы приезжаем на этот завод, вот этот паренек, Вадим, он, в принципе, отвечает за что? Он отвечает, да, это его кипиш, он спонсор, главный спонсор и организатор. То есть, его идея какая? Он говорит, я привезу это на ваш рынок, размечу это в магазинах, но чтобы это не была беспонтовая работа, а чтобы у нее был какой-то кайф. Для этого есть мастер, есть дизайнер, есть бригадир, который занимается проектами. И вот наша задача, вот этой красоты нам занести. Не то, чтобы ее не было, не то, чтобы ее не было, но мы в Латвии не можем ее себе позволить. Условно говоря, если там, знаешь, сколько сделать ванную комнату? Там 5000 евро. А если мы ее делаем за полторы-две, но это будет примерно вот так же красиво, как он показал. Понимаешь идея? И вот мы к ней идем уже не первый год, и у нас уже есть результаты, мы уже это реализовывали. Но у нас не получилось это засунуть в массы. Вот цель нашей поездки сюда, это прийти на завод. На заводе соберется большое количество людей. Это владельцы завода, это их топовые дизайнеры, концептологи, мастера, технологи. И мы все вместе придумаем нечто для нашего продукта, ориентированное на Ригу. Чтобы это была наша фишка. Не навязанная нам, вот возьмите вот это. А чтобы там была частичка Латвии, частичка чего-то вот такого, что нам зайдет. Вот, собственно говоря, для этого мы вырвались на выходные, накатаем что-то порядка 2500 километров и переговорим с разными умными людьми. Ну и посмотрим, получится у нас или нет. По крайней мере мы пробуем, и по крайней мере мы что-то делаем. А не просто пухаем пиво. И сейчас мы вместо того, чтобы пойти спать, все вот эти вещи просто добьем, обсудим. На завтра мы проработаем график работ. Просыпаемся мы в 6 утра. Пробежка. Завтрак. И сегодня мы встали в 6 утра, чтобы ты понимал. И сейчас у нас сколько? 11 час. Вот только сейчас мы пьем кружку пива. И завтра будет все то же самое. И вот в таком режиме нон-стопом у нас будет примерно 4 дня. Но цель и задачу ты понимаешь, наш. То есть надоело просто делать бытовые ремонты. Надоело делать одно и то же. Хочется сделать то, что никто никогда не делал в этом городе. Понимаешь? Это вызов. И вот этот вызов, он заставляет тебя двигаться. Заставляет поднять твою задницу. И не спать, не есть. А вот пахать, пахать, пахать. И получать, ну, не столько финансовое, сколько, наверное, какое-то удовлетворение личных амбиций. Я бы так назвал. И приятно, что ты собираешься в таком коллективе и говоришь там не о машинах, о женщинах и еще о чем-то, а говоришь о стройке. Вот это очень приятно. Завтра мы двигаемся на завод. И может быть, не может быть, а ты все пошагово это все увидишь и можешь участвовать в этом. Пиши свои комментарии, пиши твое мнение, потому что все, что мы делаем, мы делаем для тебя, для нашего конечного потребителя, для нашего клиента. И поэтому твое мнение и твой комментарий, он никогда не будет лишним. Понял? Все, до завтра.